Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Готлер, специалист по заполнению миграционных форм. Сегодня мы с вами поговорим о новости, которая у нас появилась на сайте USCIS 8 января 2021 года. И это у нас очень такая животрепещущая тема задержки от USCIS. Значит, 8 января 2021 года USCIS на своем сайте опубликовали вот эту новость, касающуюся COVID, касающуюся задержек уведомлений. И вот, что они в целом пишут. Я вам скажу, что здесь написано в целом. Значит, они говорят, что в связи с пандемией COVID-19 и других факторов на данный момент USCIS, они испытывают задержки в отправке уведомлений для некоторых анкет и также петиции, которые были ими получены. Значит, здесь они говорят, что на текущую ситуацию, текущая ситуация у них такая. В результате COVID и всех этих других ограничений, также увеличение полученных всех этих кейсов, USCIS, они испытывают недостаток сил, я так полагаю, потому что они не получили свои деньги. И также было отправлено большое количество их работников в отпуск без задержания. И они говорят, что в связи с вот этими всеми ограничениями вы можете испытывать задержки в получении вашего уведомления от 4 до 6 недель после того, как вы правильно заполнили свою анкету и отправили или петицию и отправили в USCIS. Значит, я из своей практики, я вам могу сказать, что сейчас уже не 6 недель, а я бы сказала, сейчас уже переходит и на 7 неделю. У меня есть кейсы, которым больше, чем 45 дней, и они до сих пор не получили. Но сегодня я получила то, что один кейс, который был отправлен 50 дней назад, и сегодня он получил свое уведомление. Значит, уже, я бы сказала, это не 6 недель, к сожалению. Также они говорят о том, что некоторые кейсы, например, форма А485, и если она не является семейной категорией, то, к сожалению, это также может занять дольше. Форма А765 также может занять дольше. И поэтому, друзья, если вы по категории, которые описаны 8 CFR, и если вы, друзья, отправили свои документы, и вы в течение 4-6 недель не получили, я думаю, что, наверное, все-таки нужно вам будет звонить и связываться с ними. А если же еще не прошло 6 недель, то, наверное, волноваться не нужно, потому что вот здесь они сами пишут о том, что будут происходить вот такие задержки. Также они говорят о том, что здоровье и безопасность всех их работников остается главным приоритетом, и также они говорят, что во всех офисах USCIS они приняли все необходимые меры, которые должны остановить распространение COVID. Значит, здесь они говорят, что USCIS делает. Значит, USCIS на данный момент, они пишут, что они работают сверхурочно и также перераспределяют вот эту всю нагрузку для того, чтобы уменьшить вот эти все задержки. Значит, что вы можете сделать? Они говорят, если вы уже заполнили свои документы, отправили в USCIS, то мы вас благодарим за ваше терпение. Терпение набраться, они говорят. И также они говорят, мы работаем быстро, чтобы как можно быстрее уменьшить вот эти все задержки и чтобы вы скорее получили свои документы. И как вы им можете помочь? Они говорят, вы можете им помочь, если вы заполните вашу анкету онлайн. Но, к сожалению, не все анкеты у нас доступны онлайн. Если мы с вами идем сюда, то они говорят, что самая распространенная анкета онлайн – это на гражданство. Значит, I-90, если вы хотите обновить вашу грин-карту или же утерянную грин-карту восстановить. И I-130 – это если вы хотите воссоединиться со своими членами семьи. Если мы нажмем сюда, то здесь вы можете увидеть, какие формы есть онлайн, доступны у нас. Значит, I-90, I-130, I-539 и так далее. В целом вы можете посмотреть и, если вам это подходит, вы можете подать вашу анкету онлайн. Также они говорят, что вы можете создать себе бесплатный USCIS аккаунт. USCIS аккаунт я уже… Как открыть USCIS аккаунт? Я уже снимала видео. Вы можете посмотреть это видео. И также они говорят, заполните форму G-1145. Это значит e-notification. Тогда, когда вы отправляете свой кейс USCIS, если ваш кейс заполнен правильно, если вы отправили правильную сумму для вашего чека, то вы должны получить SMS. Как это работает? Когда вы отправили свой кейс. Как только USCIS снимает деньги, обычно в тот же день или же на следующий день вы получаете SMS, в котором говорится «мы получили твои деньги». И после этой SMS вы должны получить письмо. Раньше это было в течение недели. Но сейчас они предупреждают о том, что эти бумажные письма вам будут идти, возможно, дольше, чем неделя. И поэтому, если у вас уже есть ваш номер кейса, то значит все хорошо. Просто нужно ждать. В целом, друзья, я бы сказала, что когда отправляете кейс, первая ваша задача – это правильно собрать ваш кейс. Чтобы не было такого, что офицер открывает, а там у вас кто в лес, кто по дрова. Собирайте правильно ваш кейс. Нужно нумеровать. Или же, если вы отправляете чек, чек у вас всегда должен быть номер один. Вот офицер открыл ваш пакет, увидел чек и говорит «Ого, хорошо, у нас есть чек, давай дальше обрабатывать ваш кейс». Значит, смотрите мои видео, где я скоро буду рассказывать, говорить о том, как правильно это сделать на основании инструкции всех этих форм. И если у вас будут вопросы, вы всегда можете связаться со мной. Также хочу сказать, подписывайтесь на мой канал, делитесь со своими друзьями. Здесь мы с вами говорим об иммиграционных новостях, где очень мало людей, возможно, освещают эти темы. И я вам буду благодарна за ваши комментарии также. С вами была Зара, мы остаемся на связи. И, как всегда, помним о том, если вам нужна помощь в заполнении этих иммиграционных форм, я к вашим услугам. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok